Я думаю вы уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет и на моём канале в том числе. Там вы можете купить себе крутую кружку, чтобы пить чаёк, фигурки по доте около Моника поставить и много других штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки. Доставка бесплатная, ссылка в описании. А по промокоду ТОПДОТА вам ещё и скидка 7%. Всем привет, это канал ТОПДОТА. Вчера я снова страдал всякой хернёй в интернете вместо того, чтобы работать и наткнулся на вот такой вот интересный заголовок. «Еврокомиссия заподозрила Valve в нарушении антимонопольного законодательства» СНОВА Габен что-то нарушает и снова ему чем-то грозят, это просто пиздец. Мне иногда кажется, что это сами валовцы всё это вбрасывают и провоцируют, чтобы схватить халявного пиара, но серьёзно, в последнее время Габен светится чаще, чем даже сраный Трамп. Valve уже два раза обвиняли в незаконном игорном бизнесе, т.е. в покрывательстве сайтов с рулетками и кейсами, недавно вот какой-то русский челик пытался их засудить за пропаганду каннибализма в доте, а теперь вот нарушение антимонопольного законодательства. Если вы ничего об этом не слышали, то вкратце расскажу суть. Вся эта херня выдвигается на основе того, что Valve устанавливают разные цены на игры для разных регионов, и при этом Steam ключ, купленный в одном регионе по одной цене, нельзя активировать в другом регионе, где этот Steam ключ стоит уже других денег. Т.е. есть некая геопривязка, чтобы богатые черти из США не заходили в какой-нибудь африканский Steam и не скупали там игры по низким ценам, это я условно. И Еврокомиссия говорит, что это ни хера не честно. Более того, это нарушает европейские антимонопольные правила и не позволяет юзерам покупать более дешёвые игры в соседних странах. Ну охренеть. И давайте теперь разберёмся, чем же это грозит Valve и, что самое главное, чем это грозит нам. И гейбу и Valve по сути насрать. Если даже комиссия что-то и докажет, то всё, что им придётся сделать, это отменить региональную привязку ключей, чтобы можно было делать тот самый абуз, покупать условно в Африке и активировать в Америке. Но! Мы же с вами понимаем, что всё не будет так просто, ведь это Габену совсем не нужно. Поэтому он немножко перевернёт игру. Он просто уравняет цены на ключи во всех регионах по самой верхней планке. И теперь не американцы будут обузить стим и покупать ключи дешевле всех, а весь мир будет покупать по самой высокой цене. И на СНГ это тоже скажется. Ведь у нас на многие игры действуют действительно те самые региональные цены, которые понятное дело более низкие, чем у тех же америкосов. Это сделано из-за того, что платежеспособность у нашего региона мягко говоря такая себе, так что чтобы были хоть какие-то продажи, приходится снижать цены. Ну а теперь же по всей видимости придётся ссосать бибу и платить полный ценник, что не может не огорчать. Конечно нам дотерам в принципе-то похер, если конечно мы не будем играть ни во что кроме доты, но вот если вы любите позалипать в другие игру или стима, то готовьтесь тратить больше денег, ну либо же портить свою карму и пользоваться торрентами, при этом отказавшись от мультиплеера. Но на самом деле надежда пока не угасает и возможно Гейб найдёт способ послать европейцев нахер, ведь ему описанная мной ситуация тоже не выгодна, мы же все реально свалим на торренты и кто тогда будет покупать его игры. Так что думаю он будет неслабо бороться. А нам с вами остаётся только сидеть и ждать. Кстати, пока есть возможность, советую закупить пару стимовских ключиков, если вы хотели купить себе какую-нибудь игрулю, то пора это сделать, не то потом будет поздно. Хотя я всё же верю в лучший исход. Гейб по-моему вообще ещё суды не проигрывал, у него там 100% винрейт. Пишите, что вы думаете об этой ситуации, кто по-вашему здесь прав, а кто нет, ну и подписывайтесь на канал, ставьте лукасы и до новых встреч.